всех приветствую уважаемые зрители уважаем подписчики последняя поездка моя на сибихи как я и планировал еще до ее покупки задолго до покупки то что я отъезжу на ней два года и после этого уже куплю следующий мотоцикл потому что до того как я купил у меня было было неудачная продажа юбрика серого 1 yamaha ever и в общем я его продал и потом купил себе их у другую красную первую это вторая и в общем получилось так что себе хата была супер неудачная я ее еле слил там буквально за два-три месяца и очень пожалел тогда что продал юбрик который был просто в идеальном состоянии он был но не как новый с мечтать пробег как новый был рядом и после этого в общем я зарёкся быстро продавать технику которая хорошая которая с которой повезло которая удачная так далее я зарёкся это делать и решил ездить пока уже ну реально вот прям не не скажем как сказать не наиграешься с ней и не будешь уверен что купишь следующий аппарат лучше вот сейчас именно такой случай сейчас именно такой случай два года я отъездил все супер все замечательно ну и смысл ее продавать был до этого как бы никакого абсолютно теперь мне последнее время очень много мотоциклов давали в том числе там на несколько дней на неделю и короче я понял что пора продавать потому что ну все четырехсотки типа не хватает вот серьезно и пора брать 600 как я хотел раньше то есть теперь я абсолютно уверен правильности своего решения то что я продаю себе жку и поэтому собственно недавно совершенно я выставил объем не объявляли а под одним из своих видео на какую-то стороннюю тему продукты безопасности я просто писал то что мол вот продаю в комментарии продаю свой аппарат типа кому интересно пожалуйста звоните пишите приезжайте два человека написала я честно будет думал будет больше но я на самом деле ступил сам потому что я короче выпустил видео она вышла в семь часов там по расписанию и я только через час там или два написал комментарий то есть все основные зрители которые смотрят сразу же мои видео они уже посмотрели и ну короче я затупил но в любом случае два человека написали и вот первому кто написал я сейчас еду он попросил меня перевести мотоцикл потому что у него мало кубатурник я ну я про владельца много говорить не буду у него в общем мало кубатурник он не уверен что короче попросил для уверенности подвести мотоцикл но я говорю без проблем вот и собственно последняя поездка на мотоцикле историческая хотя бы интересную историю рассказать мотоцикл у меня вообще не ломался все время вообще ну то есть вы помните сколько у меня было поломок буквально одна-две это не поломки а какие-то вообще мелочи дикие совершенно и я косячил там я уже даже не помню что у меня было потому что практически ничего не было мотоцикл работал без отказа совершенно но как только я решил продавать его у меня за две недели произошло проблем с ним больше чем за все время эксплуатации просто это знак как будто знак свыше я не знаю правда чего назначает наверное что-то типа ну я не знаю как это воспринимать в общем посудите сами что произошло во первых я заболел вы можете слышать замечательный мой голос гнусавый и кашель ну я как бы ладно это боксер с мотоциклом перегорел лампочка дальнего на приборке то есть сам дальний работает если нажимать то лампочка видите не горит то есть как бы у меня это первая лампочка на приборке которая перегорела до этого единственная у меня одна не горела уже до меня которая подсветка приборки вопрос надо было ставить лампочку патрон посильнее она начала работать нормально вот а перегоревшие это первая лампа и именно сейчас, но это ладно, как бы ерунда тут либо лампочка, либо пульт максимум мне это кажется либо предохранитель, но это вряд ли уже потом, что еще произошло я проколол шину вообще первый раз за все время за все мои за всю мою мото карьеру я проколол шину заднюю, ну вообще проколол первую шину, но в данном случае это задняя была какой-то саморез, вообще непонятно откуда он взялся, я поехал в этот день мыть мотоцикл ну чтобы, значит, когда продавать то, ну, вы понимаете перед продажей, в общем, решил помыть и поймал саморез блин, зараза здрасте, не подскажете, а поймал саморез в шину мотоциклетную как-нибудь можно сделать? ну, по сожалению мы не сможем сделать шину а почему? ну, дырку потому что у нас нет оборудования для мотоцикла ну, дырку заделать это там какое оборудование это нужно? какое оборудование вот нужно, чтобы жгут поставиться вот и что делать, если он спустит сейчас его нахуй короче, это вот все тоже в эти две недели потом, что еще? по-моему, что-то еще было а, погода, погода, да вот сейчас погода просто замечательная температура, я не знаю, 6-7-8 градусов но ездить можно и, ну, вы сами видите какая ситуация то есть все супер по погоде но до этого неделю, наверное дожди просто каждый день такая настоящая осень началась когда хотел УАЗ но денег хватило только на Судзуки каждый день ливень какой-то непонятный и, в общем, мы с покупателем не могли все никак определиться потому что только мы определяемся дождь начинает идти такого плана ситуация о, блин, просто какая-то дичь за эти две недели ну, при этом там буквально все в несколько дней кроме лампочки эта лампочка две недели назад перегорела все остальное а, нет как же все? еще не все у меня, короче, на этом мотике была проблема всегда то, что правая передняя лампа габарита которая двухнитевая и на габариты, на поворотник она перегорала где-то, наверное, раз в месяц я что-то я когда покупал я поменял левый поворотник по какой-то там тоже причине я уже не помню а правые руки не дожди поменять и разобраться в этой проблеме ну, мне кажется, вряд ли там поворотник в корпусе именно дело мне кажется, там чем-то другом но руки не дошли я, короче, просто менял лампочки все время и именно в эти две недели я взял лампочку было темно уже сейчас темнеет рано я ее вставил и вставил не той стороной и получается что короче, нить которая за габарит отвечает она горела на поворотник моргала а нить, которая за поворотник отвечает она горела и, блин, я сжег плафон, короче но это моя ошибка я ничего не говорю ну, блин, ну, случайно ли это? я что-то сомневаюсь вот, ну, как бы там сжег чуть-чуть совсем там он подплавился просто в одном месте ну, поменять надо все-таки выглядит не очень красиво ну, собственно, вот столько проблем за две недели буквально ну, как это может быть? я не знаю случайно, по-моему, не бывает такого но в остальном, как бы, все супер Сибишка как работала, так и работает после нескольких дней вот я ее сейчас завел блин, просто за одну секунду завелась ну, сразу ну, то есть в этом плане все замечательно по мотоциклу и мне не стыдно его продавать я его продаю дороже, чем покупал но причем на 40 тысяч но я, короче, не жук и не перекуп какой-то на самом деле я его, когда покупал была зима то есть мне пришлось оплачивать услуги эвакуатора а блин, а мне же поворачивать блин, а я не успел повернуть вот дела ну и бог с ним мне пришлось оплачивать услуги эвакуатора это, соответственно тысяч пять я, по-моему, отдал чтобы его привезти до дома и на другой день в ГАИ и обратно потом ну, это было в Подмосковье причем потом было перегоревшее реле регулятора на нем он заводился, работал но я так насколько помню генератор не заряжал аккумулятор и как бы аккумулятор садился то есть ну, ездить там больше я не знаю двадцати минут или там еще сколько-то нельзя было потом шины я сразу поменял заднюю вообще сразу а переднюю там почти сразу то есть я в него и потом я кое-какие тут тоже были такие мелкие косячки я их исправил пульт вот я помню поворотник короче включаешь и потом он что-то плохо короче то ли выключается то ли включается я не помню я замес там просто смазка была какая-то я так полагаю еще 20 лет назад я японец положил на заводе ну, то есть мелкие какие-то косячки я исправлял поначалу и сейчас мотоцикл в лучшем состоянии чем тогда поэтому я считаю что я совершенно мне не зашкварно его продавать таким образом дороже чем купил потому что ну, никакого особенно наебалого тут нету как я считаю реально ну и потом блин все мы должны понимать что как бы товар стоит столько сколько за него могут заплатить готовы заплатить этот мотоцикл покупает человек он смотрит видео мои и он как бы видит что мотоцикл ездит что мотоцикл не мертвый он не стоит в гараже потом ну, то есть он уверен короче в каком-то плане у мотоцикла конечно ну, не на 100% но практически на 100% и вот то есть это большое дело на самом деле вот вы покупаете мотоциклы на автору да у каких-то левых чуваков вы в них насколько уверен вот скажите наверное не сильно много а человек видите да что ж ты не едешь то, господи а человек видите уверен когда у меня покупают поэтому я считаю что тут никакой никакого обмана нету и потом и потом ну и потом я с мотоциклом отдаю комплект запчастей каких-то аксессуаров которые я копил все это время но не поставил там по каким-то причинам например реле регулятора оригинально новое в упаковке я отдаю а это ну я не знаю сколько это тысячи пять вообще минимум самый в Японии если заказывать в России тысяч десять наверное такая хоть туда и это вообще у меня такое ощущение что нет придется короче круги нарезать походу ну и ладно последняя поездка четко удлиняется плохо ли это нет а вот тоже чувак сейчас под колеса попадет вот это не очень хорошо то есть потом что еще я отдаю например троса четыре трос новых из них два оригинальные упаковки тоже два китайские по-моему ну тоже новые упаковки два бушных троса которые в принципе нормальные я их просто менял потому что у меня потому что у меня в общем трон с тросами бзик я их меняю я не знаю раз сколько тысяч но постоянно это делаю потому что я все время боюсь что они порвутся в дороге и типа встанет мотоцикл у меня рвался уже троса и поэтому я боюсь вот то есть и такое и там еще что-то я отдаю я уже не помню точно комплект в общем инструмент вот смотрите две дамы что ли в общем все это большое дело как я считаю как бы человек соглашается с этим ну собственно он бы не покупал если бы считал неадекватной ценой блин я походу здесь встрял грузовик меня не видел сейчас но я уже ничего не мог сделать с этим потому что передо мной не было места уже там чувак перестраивался поэтому мне пришлось быстро перед грузовиком все же залезть так делать нельзя естественно но в данном случае это единственный это единственный вариант который я видел вот ты не перестраиваешься и при этом занимаешь моё место на дороге ну вот адекватные люди вообще подожди ты пропусти все равно же быстрее ты от этого не перестроишься и не доедешь прошлая продажа кстати ёбрика ну я себе хоть еще не продал но уже мне кажется тут дело в шляпе и человек заинтересован абсолютно и как бы я понимаю что мне скрывать-то нечего я все сказал что какие-то ну проблемки есть на данный момент поэтому можно говорить о том что я практически продал прошлая продажа мотоцикла а именно синего ёбрика у меня проходила по примерно такому же графику то есть я где-то там на канале объявление подал что продаю тут же начались звонки тогда их даже больше было и один из людей который уже прям вот сто процентов забирал он уже прям то ли там предоплату хотел оставить то ли что-то такое бля а где здесь поворот я опять что-то проебал отвлекаюсь но я не ездил неделю наверное дожди были поэтому я чутка отвлекаюсь вот он в общем я ему продал он он даже не смотрел они даже не смотрели вдвоем приехали то есть они были абсолютно уверены и ну как бы не то что я обманул их нет действительно были правильно уверены откатали вот год и ой какой год два года получается и вот только сейчас они сами продают это я к тому что вот у меня уже вторая продажа так происходит то что ну мотоцикл не смотрят практически то что я продаю дороже чем покупал и облик я тоже дороже продал но там блин курс изменился там как бы мотоцикл лучше не стал в отличие от нынешней ситуации но курс изменился и новый облик когда я покупал свой бушный новый стоил что-то 100 а когда я продавал его то новый стоил 170 если больше поэтому ну цены выросли на бушный и как бы тут никакого тоже обмана нет то что вот люди людям не нравится там я читал что мол вот за сколько покупал за столько и продавай типа ты что самый хитрый что ли но это вообще ерунда какая-то полная потому что ситуация меняется постоянно мне повезло и в первом и в втором случае поэтому почему бы мне не воспользоваться и не продать столько за сколько у меня готовы купить его правильно я то есть опять же считаю что никакого тут никакой проблемы нету и обмана я извиняюсь м и н сложно произносить когда болеешь куда у меня ведет навигатор я просто не понимаю он в город вел мне вообще за город надо он ведет куда-то поймешь куда сейчас тоже налево у меня налево он короче мне надо было просто по МКАДу дальше ехать он в город меня хотел увезти потому что там ебучая пробка была ну просто человек ждет меня если он посмотрит это видео я уверен в этом то вот знай что значит произошло почему я так долго ехал нашим навигатор у яндекс это балла полнейшая надо маршрут для мотоциклиста встроить чтобы он тупо прямой вел вел и все короче ты ехал игнорировал пробки как ты это делаешь и так изначально но он видите выпендривается для автомобилистов касаемо блин итогов какие-нибудь итоги можно сказать я как бы к видео это не готовился итоги типа владения себе 400 да ну для меня я имею ввиду ну вот два года я владел этой себе хай первые себе хай я там практически не ездил на ней больше ремонтировал не потому что там модель какая-то неудачная а потому что экземпляр просто супер неудачный был а я не умел тогда убирать вообще не соображал у меня денег не было поэтому ну просто что за дорогу вот а просто пи***ц я извиняюсь но это пи***ц короче я болею еще зло изначально ну и следующий мотоцикл будет я не хотел говорить вообще кстати да следующий мотоцикл я выбрал уже все сто процентов уже сто процентов я не знаю что это будет сибиха или не сибиха я это не скажу сейчас или это будет например FZ6 который я хотел раньше может быть я сейчас его хочу а может быть уже и нет то есть я не скажу что это будет но в общем это будет точно не автековая сибиха поэтому блин я очень доволен что я выбрал именно сибишку как переходное звено от малокубатурных мотоциклов к уже серьезной кубатуре вот я считаю что это очень хороший вариант ну плюсов у нее одни плюсы у нее есть по сути говоря и конкурентов как таковых нету среди 4 соток и среди других мотоциклов как бы прямых конкурентов достойных у нее нет поэтому это по сути безальтернативный вариант ну и в общем-то вот так вот я доволен да считаю что все было супер насколько могло быть ну и как раз и не как у меня был только это какой-то дикий тюнинг у него блин глушитель стоит чуть ли не вертикально вверх у меня был сток полный мотоцикл новый я буду зимой покупать к следующему сезону я как бы не тороплюсь пока не знаю буду заказывать с Японии вообще-то загорелся так сделать либо здесь покупать и модели я пока не скажу какую буду покупать все же а то будет неинтересно во-первых а во-вторых с моей удачей блин если я скажу что типа вот такой вот обалденный мотоцикл буду брать то точно не возьму там произойдет куча причин как куча вернее происшествия из которых я не смогу взять поэтому говорить пока не буду блин а поездка все усложняется я смотрю да госпожа судьба вот я говорю мужики ну но это случайно что ли такая последняя поездка вышла что я просто не могу доехать никак до местного назначения то навигатор то дорога не поймешь какая то еще что-то то он чувак спереди вообще ему плевать на все он включает свои писюльки которые настроены на небо по-моему вместо дождя чтобы они поливали ну вот как это объяснить но это по-моему не везет конкретно прям и я просто я уже не понимаю где я нахожусь я давно уже потерялся мне уже плевать на разметку на дороге просто уже хочу домой господи откуда ты выехал с песчаного карьера с какого-то ну блин ну я сейчас поеду мотоцикл мокрый у меня после того как там поливалки ну это просто какой-то ад хоть трэш происходит последние две недели все из продажи мотоцикла просто невозможно я говорю может быть я кстати сейчас идея пришла в голову может это специально мол там судьба или кто-то еще типа дает знак ну вернее не дает знак а как бы сказать усложняет вот это все чтобы чтобы не так жалко было продавать потому что я-то не хотел продавать до последнего типа делает ну вот настолько усложняет всю эту ситуацию что чтобы я сам захотел уже продавать избавиться такого у меня не было вообще никогда к Сибихе а вот судьба может делать именно так сюда не сюда я хуй знает я не вижу просто не вижу на просто блять и солнце все время как-то неудачно ложится что я не вижу а просто так что всем пока всем удачи кто сомневается покупать у Сибиху или нет естественно покупать надо в принципе у меня все